Всем привет, меня за эту сумку мне муж купил эти роликсы, я муж купил ка... Чё? А ты вообще кто? Жаба Аркадьевна, я. Можно просто жаба. А что ты здесь делаешь? Ну смотри, я это жадная часть тебя. Вот ты накупила очень много книг и потратила очень много денег, что несоразмерно с нашей заработной платой. Об этом я тебе и пришла сообщить. Смойся. Какие все злые. Я же тебе добра желаю. Кыш. Ладно, ухожу. Ладно, продолжаем. Сегодня я расскажу вам о своих грандиозных книжных покупках. Слушайте, у меня что-то прям так свет бьет в лицо. Это очень какой-то солнечный день. И по-моему, просто на моем лице следы окна. Ну ладно. Я такой еще перед вами не представала. Планировалось, конечно, что я еще до нового года сниму одну часть видео про книжные полки, но купленных книг накопилось так много, что мне уже надо было срочно их вам показывать. Поэтому следующее видео про книжные полки выйдет в районе 8 января. Пока что предполагаю так. Приступим к книгам. Все было куплено в читай городе. Применяла промокоды на скидку, применяла бонусы, баллы, которыми тоже оплачивала заказы. И мне даже девушка-кассир при выдаче заказов сказал, что я очень выгодно закупилась. Первая книга это Молчание цвета на Рене Абгариан. Думаю, что те, кто уже давно смотрит мои видео, знают, что я люблю книги на Рене Абгариан. Я собираю практически все ее книги. Вот они, кстати, у меня тут стоят. И Молчание цвета это новинка. А я вообще люблю у Рене Абгариан книги из серии люди, которые всегда со мной. Ну, Манюню, конечно, тоже люблю. Но те книги тоже люблю. Да. Поэтому, когда у меня появилось много бонусов в читай городе, я оплатила половину предзаказа вот это на вот эту вот книгу. Это сборник рассказов о людях и любви между ними. Хотя, как по мне, у автора, ну, в принципе, всегда в книге про любовь между людьми. Ну, в общем, я уже прям предвкушаю, предвкушаю, стараюсь растянуть удовольствие от ожидания прочтения этой книги. Поэтому пока что не берусь, но очень хочу. Рай где-то рядом Фенни Флэг. Алиса Дема так часто, так усердно рекламировала книги Фенни Флэг, особенно именно вот эту книгу, что, ну, у меня не терпелось её взять. Я очень хотела её купить, а её нигде не было. И вот недавно на сайте читай города появляются просто почти все книги Фенни Флэг. Я уже решаю все их срочно покупать. Потом немного успокоилась. Думаю, нет. Возьмём три книжки. Пока хватит. Потом ещё немного успокоилась. Думаю, нет. Давай возьмём, Марина, одну книжку. Потому что, а вдруг нам не понравится? Автор новый. Автор для нас незнакомый. Я побоялась, вдруг мне не подойдёт, поэтому взяла всего лишь одну книжку. Опять же, если книги Фенни Флэг появились в наличии, ну, значит, я могу потом их докупить. Но с этим, конечно, немного прогадала, потому что из наличия в читай городе они опять вышли, их там снова нет. Но есть на лабиринте, возможно, для кого-то это важная информация. Об этой книге я знаю только то, что главная героиня в самом начале книги погибает, попадает в рай, а в это время в земном мире царит настоящий кавардак. При этом книга вроде бы является доброй, светлой, уютной. Как автор смогла совместить эти темы, эти понятия, я уж не знаю. Но будем проверять, будем узнавать. Что-то же какой-то софтач. День софтача. С днём софтача. Прислуга – это долгожительница среди книг, находящихся у меня в отложенных товарах в интернет-магазине. И вот часто такое бывало, что я хочу сделать заказ, мне там не хватает какой-то суммы для того, чтобы получить большую скидку. Я думаю, какую бы книгу добавить? Сюда выбираю вот эту. Потом нахожу что-то, что мне больше нравится. И вот эта книга опять отправляется в отложенные. Так было вообще ни раз, ни два, ни три. Очень много раз я так делала. Вот почему-то не получалось у меня с ней. Ну, всё. Она до нас доехала. Всё хорошо. Оформление, конечно, немножечко меня разочаровало, потому что серая бумага, ну, вроде бы плотная, но серая и такой маленький шрифт. Ну, что поделать. А вообще, это история о трёх служанках, которые противостоят целому миру. А уж в чём их противостояние заключается, будем читать. Дом страха. Я даже не читала нотацию и вам не советую, потому что боюсь там наловить спойлеров. Это уже ведь не первая часть цикла о Зои Бентли. Я пока читала как раз-таки только первую книгу вот этого цикла. Осталась в большом восторге. Очень достойный представитель своего жанра. Ну, я надеюсь, что не пожалею, что скупаю все книги автора вот так вот, как в «Сумасшедшем». Их, правда, уже очень много. А читала только первую. Будем надеяться, что всё будет нормально. Фрэкин Мод задумала что-то недоброе относительно новинка в книжном мире. И, кстати, у неё рейтинг 18+. Почему так, я не знаю. Ну, конечно же, узнаем. Она о очень-очень-очень старой бабушке с дурным характером. Здесь вот даже написано. Пожалуйста, не зрите Фрэкин Мод. Это не в ваших интересах. Ведь она умна как мисс Марпл, изобретательна как Гарри Кудини и опасна как девушка с татуировкой дракона. Блестит. Солнце прям отражается. Круто. Да. Это Мангуб. Это что-то вообще для меня нетипичное. Просто подобных книг сейчас очень много выходит. И я как-то не в теме. Думаю, надо быть в теме. Решила хотя бы что-то попробовать. Оформление весьма качественно. Плотная белая бумага. Шикарные иллюстрации. Ну, просто... Прям крупный шрифт. Ну, правда. Оформление просто вот как надо. Привлёк меня сеттинг по аннотации. Я предположила, что это Древняя Русь, так как там царствует князь Алексей. И он принимает в гостях турецких послов, намеревающихся его убить. И вот главную... Не главную. Важную. Скажем тогда. Важную. Важную роль, я так понимаю, там сыграет наёмник Титай. Завлекла мне эта книга, да. Но когда она пришла, только тогда я увидела, что у неё рейтинг 18+. И я догадалась... Ну, как я догадалась, я предположила, что здесь будет любовная линия между мужчинами. Потому что, ну, 18+, как бы Алексей, Титай, да вы знаете. Кстати, я думаю, что вот эта женщина по обложке, это мужчина, оказывается. По ходу. По ходу вроде бы так. Вот. А я как-то... Мне вот такое неинтересное. Я немного испугалась. Но, конечно, буду надеяться, что, ну, даже если здесь и будет гомосексуальная любовная линия, то она не перетянет на себя одеяло и книга не превратится в, ну, просто любовный роман. Поэтому, ну, буду надеяться, что даже если там такое будет, всё будет хорошо. А может быть и не будет. Может, только мои выдумки. Ночное кино Мариша Песл. Я читала у автора некоторые вопросы теории катастроф. Книга показалась мне необычной, но цепляющей. И ходит такой слух, что если вам понравилась одна вот из названных книг, то вторая, скорее всего, не понравится. Проверим. Давно хотела приобрести ночное кино, но книги то не было в наличии, то мне было жалко денег, потому что она дешёвая. Молчи. Но всё-таки я решилась. Сторож здесь есть какие-то изображения, досье, помогающие разгадать загадку об убийстве или самоубийстве. Дочери режиссёра Станисла... Станисласа... Станисласа... По-моему, Станисласа, наверное, если правильно. Станисласа Гордова. Он не появлялся на публике более 30 лет. И я чувствую, что загадка здесь будет не одна, потому что у него есть старинный враг. Журналист, у которого рухнула карьера и расстроилась семья из-за Станисласа. При этом в семье Станисласа это уже не первая смерть. Есть ощущение, что на его семью наложено какое-то проклятие. Будем надеяться, что это необыкновенная и стоящая вещь. Ко мне приехала трилогия Бартемиуса. И, оказывается, она для среднего школьного возраста. Я читала у автора, у Страуда книги про Локвуда. Агентство Локвуд и компания, по-моему, так называется эта серия. Я такой была в восторге. Мне так нравилось. Я так тащилась вообще просто по этим книгам. И я как-то не помню, чтобы там была пометка про возраст. Возможно, там для более старшего возраста были те книги. Ну, вот я хотела дальше знакомиться с автором. Оказывается, это что-то мне не подходит. Нет, наверное, я теперь побаиваюсь это читать. Ну, надеюсь, что все будет нормально. Здесь действие также, как и в Локвуде, происходит в Лондоне. Но не в обычном Лондоне, а в таком, где живут волшебники и разные демоны. Ну, там типа джины, бесы, вот что-то такое. Волшебники могут заклинанием призывать демонов, чтобы те исполняли их поручение. И именно с этого начинается история джина Мартемиуса, которого призывает юный волшебник Натаниэль для похищения амулета Самарканда. И, конечно же, гладко это похищение не может произойти. Вот об этом мы тут и будем, наверное, учать. Удивительная история о бабушках и дедушках. Вот здесь я обязана прочитать аннотацию вам. Марковна расследует пропажу алмазов. Потерявшая силу Лариса обучает внука колдовать. Саньке переходит бабушки на способности к проклятиям. И теперь ее семье угрожает опасность. Васютку Андреева похитили из детского сада. Борис Аркадьевич отправляется в прошлое ради любимой Сайры в масле. Все истории разные, но их объединяет одно. Все они о бабушках и дедушках. Смешных, грустных, по-детски наивных и удивительно мудрых. Главное, о любимых. Мне кажется, это такое тепло, такой свет. Такой уют. Я ведь не удержалась. Я уже прочитала первые три странички, как только раскрыла эту посылку, этот заказ. И мне уже защемило сердце. Так что не пожалела, что купила. Мне кажется, это был отличный выбор. Кто не спрятался? История одной компании под авторством Яны Вагнер. Я даже не знала, не догадывалась, что это русский автор. А потом так полистала книжку, видела русские имена и поняла, что... Ну да. Ну ладно. Ну ладно. Вот эту книгу купила исключительно из аннотации. Девять друзей приехали отдохнуть в отель на вершину Снежной горы. Ну как бы все нормально, но вот такой дружеский отдых. Дружеский отдых. Все прикольно, все интересно. Но ночью пошел ледяной дождь, который отрезал их от мира, от связи. И ну ладно, почему нет. Прикольно будет выживать, как Робинзон Крузо. Здорово. Но одна из них оказывается убитой. Вот такая вот неувязочка. Соответственно, понятно, что это герметичный детектив, что убийца кто-то из присутствующих. От такого прям кровь леденяет в жилах. Да. Да. Вот такое мне нравится. Это интересно. И я думаю, что это неплохая книга. Надеюсь. Надеюсь. Хотите верьте, хотите нет. Но после того, как я вам нажаловалась на Адель, я купила книгу того же автора «Идеальная няня». Ну смотрите. Во-первых, Адель не была уж такой страшной и глупой книгой. В общем-то. Я не понял. Я где-то на 3 балла из 5 оценила. Это неплохо. Это неплохо. И во-вторых, эта книга более популярна. Поэтому я все-таки не оставляю надежды, что с ней мы сможем подружиться. Ну и с автором соответственно. Да, уже по названию понятно, что молодая супружеская пара нанимает няню для своего ребенка. И вроде бы она кажется такой идеальной. Но с каждым днем мирям девушки, нанявшие эту самую няню, кажется, что она все больше и больше вторгается в их с мужем личное пространство. И, наверное, так и есть. А потом уже избавиться от этой няни оказывается не так-то просто. Мне нравится нантация этой книги. Будет интересно прочитать ее и сравнить с Адель. И последняя на сегодня книга, которая то есть в наличии, то нет. Чаще всего нет. Это проект Абы Мария. Я даже не знаю, о чем она. Я не слушала даже описание сюжета, даже никаких видеоблогеров. Я не слушала, о чем она. Мне достаточно того, что все говорят, что она прекрасна, восхитительна. Все. Я уже заранее надеюсь, что там будет вау-эффект. Только его и жду. А о чем там уже не важно. Вот такие большие, я считаю, качественные книжные покупки у меня получились. Скрестим пальчики на то, чтобы все мои хорошие ожидания оправдались, а плохие ожидания не оправдались. А на этом у меня все. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok